Всем привет! Сегодня я хочу попробовать сделать торт в виде чайника. Это торт у меня тирамису, ссылочку на рецепт я оставлю под видео. Если кому-то интересно, то можете посмотреть. Я сейчас буду делать форму чайника, обрезать снизу, закруглять его и добавлять сюда наверх. И теперь я покрою его белково-заварным кремом. Теперь я взяла крем и насадку. Роза взяла 2 сантиметра на выходе, но на самом деле не важно какая насадка, главное чтобы ровным слоем покрыть весь торт. Достаточно. Теперь я взяла все, что можно, так сказать. Так как опыта выравнивания таких вот овальных тортов у меня нету, если честно, первый раз буду делать. И вот взяла все, что можно и еще взяла... Вот у меня есть вот такие вот... Это ацетатная лента, но она очень такая плотная. И вот я, наверное, буду ней как-то пробовать. В общем-то и чашка с водой у меня, чтобы мыть. Также пользуюсь еще вот распылителем. Налила теплой кипяченой воды. Так что буду пробовать. Даже не знаю, с чего лучше начать. Наверное, с этой и начну. Задача наша сначала пригладить крем, а потом уже выравнивать. Сначала нужно, чтобы он как следует хорошо приклеился. А теперь я, наверное, распылителем. Вот я еще отрезала поменьше кусочек. Буду делать... то есть два 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 два. Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь буду делать васильки. Я тут намешала синий цвет, все оттенки синего. Насадку взяла 227. Вот такая хризантема с железной перемычкой или перегородкой. Вот такая вот она. Окрашивала цвет тремя красителями. Америкалор номер 160. Также Америкалор 130. И Кредо 31. Два синих и фиолетовый смешивала вместе. И еще вот этим вот Кредо красила пакетик. Теперь для серединки насадка 133. Кажется, маленькая травка. Крем красила. Вот этот вот темно-синий. Блу. Какой-то вот краситель. Шеф-мастер. Цвет темно-синий. И добавляла также вот 130-й Америкалор. И вот такой темный делала цвет. Фиолетовый брала только вот этот. 130-й. Окрашивала. И еще взяла белый. И просто вот капельку вот такого крема добавила. Прям совсем капельку. Самого уже окрашенного крема. И перемешала. Чтобы получился такой вот бледно-бледно-голубой цвет. Делать буду на вафельных конусах. Они съедобные. Продаются на Алиэкспресс. Называются клейкий рис. Можно делать и на подушки кремовые. Но мне нужно будет вставить их в торт. Чтобы они таким букетом смотрелись. И очень удобно это делать на вот таких вафельных конусах. Ну и соответственно держатель понадобится. Значит сюда немножко крема. И так же заполняю. Сюда можно вообще любой крем. Теперь я сначала делаю серединку. Стараться их делать одинакового размера. Не приклеились. Надо вот не дотрагиваясь до крема. В то же время давить. Чтобы если не давишь, они вот так вот получаются. Ну вот достаточно. Теперь я беру насадку 227. И делаю лепесточки. Значит первый ряд я стараюсь вести вверх. Вот так вот. А следующий ряд нужно немножко делать в разные стороны. Вот так вот. Длинный слюшка. Длинный слюшка. Длинный слюшка. И вот можно добавить между рядочками. Так вот понемножку пышности добавить. Аккуратно туда заводишь. И давишь. Длинный слюшка. Продолжение следует... Теперь я беру пакетик с фиолетовым, просто срезанный пакетик. И вот где у меня, где можно между тычинками, вот поставить такое, где вот такие фиолетовые тычинки. И теперь на синий сделать точечки белые. Не везде, ну а так вот немножко. Вот так вот давишь. Убираюсь такую точечку маленькую. Ну вот так вот. И отсаживаем. Продолжение следует... Я сейчас еще сделаю несколько ромашек. Вот взяла насадку номер 81, маленькая хоризонтема. И насадка двоечка. Желтый крем окрашивала топ продукт. Наполняю. Делаем серединку. И листики, листики, листики. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такую ромашку. Из мастики я сделала заготовки вот такие для чайника. Мастику окрашивала голубым красителем. И вот сейчас буду как-то вставлять. Теперь ставлю цветы. На листик взяла насадку номер 67. Листик маленький. Крем окрашивала зеленый топ продукт и коричневый топ продукт. Беру насадку вот для тюльпанов или как она называется. Вот такой вот листик с таким вот гвоздиком в середине. Буду добавлять еще листиков. Теперь я возьму аэрограф. Вот таким вот красителем я развела в воде. Номер 31 кретосидень. Сделаю голубой фон. И теперь я поставлю вот такие вот мастичные цветочки. Ну вот закончила я оформление чайника своего. Ручку я поменяла на более толстую и побольше сделала. Потому что ну та была совсем маленькая. Я и изначально хотела сделать побольше. Но я боялась что начинка очень такая нежная. Как бы она ну чтобы она держалась хорошо. Ну вы знаете держится все хорошо. Ну и мастичных цветочков вот добавила. Хочу показать откуда у меня взялась такая идея сделать чайник с цветами. Вот у меня есть вот такой вот горшок. Чайная чашка. Ну специально для цветов. И вот я почему-то подумала ну почему бы не сделать чайник цветами. Сейчас я вам еще покажу разрез. Ну вот такой вот разрез. Очень мягкий, очень нежный. Ну на этом буду прощаться. А то уже дети с ложками стоят. Всем кому понравилась моя идея ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока. Пока.